Итак, на прошлых лекциях мы с вами обратились к исследованию эстетических взглядов современного архитектора Рэма Полхаса и останавливались на таких проблемных моментах, как концепция города Дженелика и какие из этого вытекают следствия для концепции личности в целом и для эталона искусства наших дней в частности. Сегодня же мы пойдем дальше и остановимся на такой концепции Полхаса, ключевом, означающем для его дискурса, это означающее «бигнос», что на русский можно перевести как «гигантизм». И сделаем это на примере его статьи, статьи, которая была указана в 1994 году. И на мой взгляд, одна из наиболее интересных вообще, в принципе, работ малой формы Полхаса, это статья «гигантизм» или «проблема большого». Однако, прежде чем мы углубимся в архитектурную проблематику, мы взглянем на совершенный мой вид искусства, ибо наши интересы, в отличие от интересов Полхаса, должны растираться значительно шире, нас должно интересовать и искусство в целом, а вообще. И мы обратимся к музыке, к музыкальному искусству, и взглянем на то, как обозначенная Полхасом «проблематика» отыгрывается там. Это поможет нам более глубоко взглянуть на статью Полхаса. Итак, в музыкальном искусстве, еще в середине XX века, а точнее в третьей его четверти, композиторы задались вопросом, какова должна быть длительность музыкального произведения, чтобы в нем исчезло понятие формы. Наиболее преуспел в разработке этой проблемы классик американской музыки Морлов Фердман, ему удалось прочувствовать и осознать, что если музыкальное произведение не подразделяется на какие-то части, и если в нем нет структурированного литературного теста, за который слух воспринимающего мог бы зацепиться в качестве ориентина, то это музыкальное произведение, начиная примерно с часа непрерывного звучания, переходит из области музыкальной формы в область музыкальной протяженности или литературности. Состояние, которое не может быть охвачено сознанием в качестве формы, и воспринимается совершенно обособленно от тех произведений, которые, собственно, формой обладают. Здесь нужно понимать, что речь идет именно о непрерывном музыкальном произведении, а не об опере, балете или многочастной симфонии, где либо структурируются какие-то отдельные группные фрагменты, либо большое количество эпизодов нанизывается на единую сюжетную линию, а зачастую используется и то, и другое. Фелдман писал преимущественно инструментальную музыку, которая не подразделялась на части, а представляла собой дление. Поздние инструментальные сочинения Фелдмана идут примерно полтора-два часа, а то и далеко выходят за эти, в общем-то, уже впечатляющие пределы. Есть его сочинения в области каменной музыки, которые звучат пять-шесть часов. Наиболее показательное сочинение, сочинение, посвященное американскому художнику Филиппу Густону, это друг Фелдмана, эта пьеса идет около пяти часов. И самое, наверное, такое крупное сочинение Фелдмана, это второй струнный квартет, который длится, ну, в этой записи, шесть часов, семь минут и семь секунд. Так как носители того времени были еще достаточно ограничены по лимиту, то здесь он издан на пяти компорт-дисках, что, в общем-то, нарушает концепцию автора, так как все равно, даже если автоматически меняются диски, там пауза воздыхает. Сейчас, вот совсем недавно, его выложили на YouTube целиком. Правда, в этом исполнении он длится немного меньше, пять с половиной часов, но, в общем-то, все равно, теперь зато можно его послушать, как это будет полагал автор, то есть насквозь без остановок. Это на самом деле является беспрецедентным в истории музыкального искусства, это будет прецедентно сложно для исполнителей, так они же не могут прерваться в процессе исполнения. Началась пресса, все же, и часов насквозь тяжелой работы. А для разучивания этих произведений, на самом деле, требуется вообще разработка совершенно принципиально нового метода репетиционного времени. Я, на самом деле, это знаю на собственной шкуре, ибо устраивал здесь не так давно фестиваль современного квартетного искусства 4х4, и, в общем-то, мой коллектив там исполнял мы сочинение Фельдмана. Правда, не настолько большое, не многочасовое, а сочинение, которое около часа звучит. Но даже для такого лимита времени требовалась разработка совершенно любого типа обращения к этому произведению. На самом деле, Фельдман фигура абсолютно уникальная для искусства 20 века, ибо, пользуясь обычными средствами, то есть он записывает свою музыку обычными модулями, и, в общем-то, она исполняется на обычных академических инструментах. Но можно считать, что он создан новый лимит искусства, в принципе. То есть это не совсем музыкальное искусство, ибо то, что он делает, лишено формы, причем лишено сознательно, за счет обращения к гигантизму. У меня есть достаточно подробная такая лекция для не-музыкантов, хотя и для музыкантов она весьма не-бессмысленна. Это «Гулеслик без шестой» прошлого года, это посетительский проект, который я веду, он есть в интернет-сети, и лекция называется «Музыка Мортона Фельдмана и трансперсональная психология». Там я это достаточно подробно разбираю вообще какие выгоды можно извлечь из прослушивания такой музыки, ибо она обращается в слушателей уже совершенно иначе, чем любая другая музыкальная композиция. А с другой стороны будет понятно, каким образом, просто обратившись к большему масштабу, хотя и не только к нему, Фельдману удается создать в контексте музыки, в контексте музыкального искусства совершенно новый вид искусства. Не просто новый стиль, не просто новый подход к музыке, а в принципе совершенно иной вид искусства как такового. И возможно из-за того, что проблема большого биггнесса в музыке была поставлена и блистательно решена как раз в творчестве Моккана Фельдмана, то музыкальное искусство оказалось беззащитным не с этой стороны, а с прям противоположным. То есть со стороны сверхкороткого, сверхлимитированного времени. Каков максимальный предел музыкальной формы, Фельдман ответил и смог это не только продумать, но и воплотить в своих произведениях. Но каков минимальный предел чтобы это было все-таки подконтрольно автору. Возможно именно по этой причине сейчас та проблема, с которой столкнулась архитектура, то есть проблема гигантизма в музыке в общем-то отыгрывается не в большом, а в малом. на уровне клипового сознания, на уровне превью, то есть на уровне сверхкоротких фрагментов музыкальной формы, то есть где эта самая форма еще даже сложиться не может. Эта проблема в музыкальном искусстве не прорабатывалась, и именно с ней современный композитор прежде всего не сталкивается. Что же касательно архитектуры, то там все диаметрально противоположным образом происходит. По мнению Колхаса архитекторы 20-го и 21-го века не уследили за прогрессом и новыми возможностями, которые возникли. И оказались они в очень странной ситуации, когда современные строящиеся здания подчас уходят за пределы любого понятия города. Они являются гигантской массой чего-то, что уже не является архитектурой. Примером такого рода зданий и единственного современного зданий, как считает Колхас, являются типичными для нашего времени постройки это гигантские торговые центры. Не нужно здесь думать, что Колхас как интеллектуал и гениальный архитектор обрушится со шквальной критикой этих самых угодных, но вместе с тем грандиозных построек, он не отворачивается от них, а говорит о том, что только глубокое перепродумывание этого феномена, то есть феномена гигантизма, позволит выйти из сложившейся, в общем-то, на самом деле катастрофической ситуации. Интересно, но если в музыке было глубоко проработано именно сверх длительное пространство, и в наши дни музыка столкнулась с проблемой пространства сверх короткого, то в архитектуре как раз наоборот идеально был проработан ее минимум. В структуре как минимальные ячейки Ле Корбюзье так и проектов Мисса Ван-де-Роя одного из основателей современного типа жилья. Ну, вот вы видите проект Дом ино Ле Корбюзье он автором датирован 1914 годом с очень малой вероятностью это действительно так, но привожу авторскую лидировку, скорее всего назначительно более поздно в 20-м годах. Что здесь мы видим? Это придуманная Ле Корбюзье минимальная ячейка жилья, то есть с помощью которой можно как угодно их как кубики комбинировать и создавать любые виды типового жилища. То есть начиная с Корбюзье собственно и появляется типовое строительство. Вот этот минимум который нужен для постройки здания. Другой названный мой архитектор его зовут мисс Ван дер Роэл автор знаменитого дома Франсуа. Это уже более поздняя постройка хотя мисс собран мимик друзья. Этот дом как вы видите выполнен в минималистском стиле уникальном для того времени и здесь в общем-то представлена минимальная форма комфортного загородного жилья в котором даже стены убраны вместо них стекло использовано. То есть в данном случае стены лишь защитной функцией обладают но не отделяют дом от окружающего ландшафта позволяя полностью его лицезреть. Кажется что меньше уже просто невозможно. И это действительно так девизом мисс Аван Дерой было меньше значит больше. Очень известная фраза которую каждый последующий архитектор как-нибудь переделывал чтобы свое же мнение высказать по этому поводу мы будем еще в курсе говорить о постмодернизме о постмодернизме вентури так вот вентури эту фразу перефразировал и сказал что меньше значит скучно что будет типичным для постмодернизма Рэм Колхас же интересующийся проблемой гигантизма говорит больше значит больше а именно на этом мы сегодня и останавливаемся так вот из-за проработки минимума проблема современной архитектуры стал не минимум а ее максимум так как проблемы минимума уже блистательно были решены с середины 20-го столетия то и раньше так вот перед современными архитекторами встал вопрос где те границы когда здание уже не является архитектурным объектом а искусство архитектуры исчезает именно на этот и сопутствующие ему вопросы и старается ответить Колхас анализируя современные торговые центры он пишет трудно осознать и признать что размер здания может играть роль идеологической программы сам по себе независимо от тех или иных намерений архитектора из всех архитектурных категорий гигантизм это единственное которое как кажется не нуждается ни в каких манифестах сто лет назад как утверждает Колхас произошел в архитектуре большой взрыв инноваций появились электричество лифт кондиционирование новые материалы и возможности как сверхбольших так и сверхбыстрых строят это спровоцировало мутации в архитектуре и даже социальной жизни которые к сожалению остались незамеченными критическим взглядом и из этих изменений опять же к сожалению не было сделано никаких осмысленных роботов инновации просто вошли в нашу жизнь и изменили архитектуру да на самом деле социум навсегда в наши дни появляется новый тип построек ранее никогда не ведомые это торговые и торгово-развлекательные центры но взгляните вот на такой объект это New South China Mall он занимает более 600 тысяч квадратных метров торговых площадей внутри этой постройки есть реки и каналы есть мосты и лодочные станции улицы перепрестки площади и все это вместе занимает совершенно колоссальное количество пространства там может находиться просто невообразимое количество посетителей есть на самом деле аналогичные постройки и в других частях мира правда в большинстве случаев это все-таки Азия но вот есть на Филиппинах здесь хорошо можно наблюдать как это внешне выглядят подобные постройки и есть даже в новом свете правда это не США это канала здесь особенно наглядно как это внешне выглядит в большинстве случаев они выглядят именно так то есть это именно нечто оно никак не структурировано это просто какая-то торговая площадь формы у нее где-то абсолютно и как пишет Кофас все они имеют единственную общую черту у них нет никакой формы они просто гигантские они занимают всю купленную территорию и купленное место является единственной логической структурой которая в общем-то его нормализует будет место округлое значит будет округлее строение будет прямоугольное значит будет так и так далее чаще всего они все-таки неравномерные ибо покупается место которое уже так или иначе использовалось рядом что-то они же не строят просто где-то между городами это все-таки пригород как правило редко в городах бывает хотя бывает до этого мы тоже дойдем например золотой вереволон это почти центр по сути самое большое в Европе у нас в Москве белая дача больше немного белая дача какая-то белая дача которая в Москве она больше чем в золотой европе потому что самый большой центр в Европе московский белая дача может быть может быть он гигантский действительно он столь же бесформенный но белая дача это все-таки не совсем в Москве это в пригороде Москвы а вот золотой вавилон он на проспекте мира золотой дача это от кунжминка да он огромный можете посмотреть какая его торговая площадь он один из самых больших белых азиатские моллы очень большие из десяти самых крупных моллов насколько я помню девять или восемь лет и снова света только вот этот в формате вот этот список что пишет по этому поводу колхас превысив определенную критическую массу здание становится гигантским зданием подобная масса не может более оформляться одним целенаправленным архитектурным жестом или даже каким-то сочетанием архитектурных жестов из этой невозможности контроля целого вытекает автономия частей которая однако неравнозначна фрагментации каждая часть продолжает соотноситься с целым ну как я уже говорил есть аналогичные построики нашей родной столицы вот например мега белая дача можете смотреть в интернете его площадь это действительно колоссальная постройка но это наиболее типичный пример молла среднего типа не азиатского который в книгу Викого Доргенеса ходит а такого средненного типа то есть он абсолютно бесформен здесь архитектуры нет вообще то есть если некоторые из них все-таки на городок какой-то похожи то это именно просто занимает всю купленную площадь как это и описывает Ремболхас другая проблема вытекающая из гигантизма тоже относится к неуправляемости там была неуправляемость между целыми и частями здесь это неуправляемость немного иного толка гигантизм настолько увеличивает дистанцию между оболочкой и центром что фасад перестает иметь какое-либо отношение к тому что происходит внутри внутреннее пространство торгового центра обслуживает непрерывную смену функционируемых там потребителей задача фасада вводить в заблуждение то есть дарить городу иллюзию стабильности объекта там где архитектура разъясняет гигантизм ставит в тупик так колхоз характеризует новые отношения между частями построек которые уже не являются архитектурным единством и действительно под одним и тем же фасадом теперь может происходить все что угодно внутри может поменяться все в то время как снаружи все будет сохранять изначальную неизменность но то же самое справедливо и наоборот в торговых центрах типа белой дачи или золотого лилона фасад это вообще условная категория фасад в большинстве случаев представлен огромной рекламой брендов в таком случае туманная связь между внутренним и внешним как бы остается но стирается ключевая характеристика самого здания у него нет фасада так как речь идет не просто о уже более или менее привычных для нас растяжках но о гигантских конструкциях подчас объемных трехмерных которые рекламируют бренды населяющие этот торговый центр меняются арендаторы меняется и фасад самого здания так как меняются рекламы брендов служащих этому зданию фасада заменителя более того размеры рекламных счетов вовсе не зависят от размеров арендованных там помещений тем или иным брендам огромный плакат может скрывать за собой лишь небольшой бютик внутри а наоборот небольшая вывеска или вовсе ее отсутствие достаточно крупный магазин ведь не все же готовы платить за достаточно дорогостоящую рекламу колхоз называет это генерацией непредсказуемого если раньше от архитектора требовалось создать помещение для какой-то конкретной цели то сейчас от него требуют создать помещение для гипотетически любой цели даже той которой сейчас еще не существует но она может появиться в будущем то есть постройка становится полем вероятности вместо поля конкретики здесь колхоз как критикует так на самом деле восхищается данными процессами так как именно гигантизму вышедшему за пределы человекоразмерности доступно удерживать внутри своего чрева любые гетерогенные процессы именно внутри таких построек может сосуществовать все что угодно и оно не будет вступать в какой-то смысловой конфликт однако это грандиозное нечто было создано путем утраты чтойности тоже происходит на самом деле и в современном нам социуме о каждом из вас сейчас легко узнать все что угодно на самом деле по тем же соцсетям по тому на какие сайты выходили по тому где вы расплачиваетесь банковской карточкой и какие совершали покупки или переводы денежных средств отследить ваши телефонные разговоры смс сообщения и даже отследить ваше лицо с помощью развешанных всю камер наблюдений можно составить достаточно впечатляющее досье о человеке то есть о нем можно сказать почти о любом все что угодно кроме самого важного а кем он собственно является примерно то же самое происходит и с гигантизмом то есть гигантизм достигает одновременно и своего максимума и своего минимума создание достигает своего максимума за счет фактически беспредельного выхода за свою составляющую изначально то есть это дом разбухший до своих пределов и эти пределы фактически уже не видны то есть ну вот я вам показывал китайский молд но это же не является его каким-то действительно физическим пределом шесть с половиной сотен тысяч квадратных метров то есть можно построить еще два раза больше да в десять раз больше то есть нету то есть современная технология строительства никак не ограничивает архитектора если в эпоху ренессанса когда Брунлески строил Санта-Мария дольфиора купол он просто не мог его сделать больше он ограничил с пределом архитектуры того времени сейчас же это торговые центры они не ограничены никак вообще ничего они могут и вверх и вниз разрастаться но даже если предположим вверх и вниз они все-таки ограничены то в своей протяженности они ограничены только объемом купленной территории теоретически можно себе представить такую постройку которая будет занимать значительную часть континента если не вовсе есть континент минимума же они достигают в том что на самом деле собственно архитектуры здесь вовсе уже нет здесь от нее не осталось ровно ничего это именно гигантская мечта утратившая какую бы то ни было что есть у этих построек на самом деле не может быть уже даже автор то есть мы не можем сказать что вот этот архитектор он построил какие-то и такие-то торговые центры ибо в торговые центры строятся команды коллективом это и коллектив архитекторов и инженеров и подрядчиков и технологов а по часту дальнейшим будутся также заказчики будущие потенциальные арендаторы и так далее а на самом деле даже не будущие а вполне возможно нынешние ибо повторюсь это постройка которая постоянно находится в стадии метаморфизма она постоянно меняется к ней можно все что угодно пристраивать перестраивать внутри нее находятся только перегородки она предназначена для чего угодно а если изначально архитекторов учили как строить там жилой дом стадион тюрьму госслужбы пожарную станцию и так далее то есть у всего этого есть свои свои принципы и архитектор решал их иногда новыми иногда старыми средствами но все-таки ориентируясь на определенные модели современный тип построек не предполагает изначально каким образом он будет использоваться то есть он может использоваться как угодно туда могут врезать или напротив убрать стадион зоопарк и так далее здание не имеющее изначально целевой направленности и наконец в подобных сооружениях есть еще одна весьма примечательная характеристика образ ее характеризует следующим образом в совокупности все эти характерные для гигантизма отказы от масштаба от архитектурной композиции от традиции от прозрачности даже от этики приводят к последнему наиболее радикальному отказу гигантизм перестает быть частью какой-либо общеградской ткани он просто существует или в лучшем случае сон существует его подтекст фа-контекст именно такое название носит одна из книжек посвященных современной архитектуре я вам ее давал на предшествующих лекциях и на самом деле Полхас ставит действительно очень радикально этот вопрос потому что все предшествующие постройки даже постройки постподернизма или деконструктивизма как бы не противопоставлялись подчас контексту но заметьте противопоставление это тоже вписанность в контекст то есть постройка сознательно врезается в окружающую среду агрессивно в нее вторгается ну например в районе где здание исключительно выдержано в классицистских тонах появляется какая-то ультрасовременная постройка ну как допустим в центре Санкт-Петербурга это новое здание Мариинского театра но это не игнорирование контекста это противостояние ему а противостояние всегда включается в диалог здесь же диалога нет вообще это просто занимание как по принципу какого-нибудь грибка или амебы оставшейся свободной площади и встает достаточно радикально вопрос а что это такое тогда если это не архитектура а это не архитектура сто процентов и на самом деле полхоз дает на это весьма интересный ответ мне кажется очень важный для понимания не только архитектуры а вообще тех процессов которые происходят сейчас эти здания строятся не по архитектурной логике а по логике градостроительной то есть в каком-то смысле слова это город без зданий то есть вот эти гигантские постройки являются городами в которых нет зданий сами они зданием тоже не являются зданий это и есть город нового типа в котором может быть все что угодно от зоопарка до кинотеатра от стадиона и авиапарка до ресторана и отеля может быть даже и какие-то госслужбы там будут а может быть все что угодно но не только само это здание не является архитектурой и даже зданием в полном смысле этого слова в классическом понимании этого слова но и внутри него могут быть площади улицы реки мосты но там нет зданий там есть перегородки больше там ничего нет таким образом мы получаем совершенно уникальную среду среду которая по этой причине может включать в себя любые гетерогенные процессы потому что на самом деле она не является зданием она является городом но это очень странный город потому что город состоит из домов из зданий из покорья города есть центр а у этих построек его может не быть у них не может быть того места к которому они центрированы и самое главное что там нет абсолютно никаких зданий внутри них может постоянно все что угодно меняться это отсылает нас к той проблеме которую мы рассматривали на прошлых лекциях к городу дженерику и к новому титулу общества общество без эгоэтичности общество тоже которое можно назвать обществом дженериком общество обществозаменителем если угодно которое основано на децентрации если колхоз предсказывал то что современные города постепенно разрываются на части они больше не центрированы и именно за счет этого перестает центрироваться и личность то есть она становится личностью без идентичности то же самое мы наблюдаем и здесь что есть эти торговые центры ведь в каждом городе их много он не один они и есть то что разрывает эту ткань это города они абсолютно самодостаточны то есть там можно купить продукты получить любого типа развлечения купить все что угодно что может быть нужно по строительству может быть одежду или какие-то гаджеты компьютерную технику все что угодно там же приобрести билеты на увеселительные или спортивные мероприятия которые возможно будут проходить в этом же самом месте таким образом это становится нового типа именно городом городом который находится в городе и разрастаясь которые в общем-то и разрывают городскую среду на части для того что исторический город напомню этот момент всегда складывался вокруг центра этот центром изначально была укрепленная площадь это либо остров что редко либо чаще всего замок именно из этого центра разрастались города и как правило именно это место становится той точкой которая считается в старых городах центром ну у нас в москве это именно замок это является символом города это является идентичностью этого самого города это является центральной частью сейчас же центр перестает выполнять ту самую функцию которую он выполнял многие многие века он утрачивает свою идентичность и в общем-то возникшие сейчас постройки типа гигантизма они лишь подтверждают гипотезу колхаса об исстаивании идентичности как таковой но прошу обратить особое внимание дело в том что колхас не только критикует эти постройки он скорее критикует тот факт что они возникают как непродуманные в качестве самопроизвольных продуктов непродуманные архитекторами проблематики если это продумать критически разработать и делать уже на осознанной платформе то есть можно созидать большие постройки которые по-прежнему будут оставаться архитектурой как это например было сделано в музыкальном искусстве я не знаю знал ли колхас о фельдмана насколько он вообще ориентируется в современных академической музыке но я вам не случайно показывал фельдмана потому что фельдман показал как раз как гигантизм сделать подчиненным воле автора да это уже наверное не музыка в классическом понимании этого слова но это высокое искусство которое подконтрольно воле композитора и здесь нужно сделать то же самое чтобы гигантские постройки были подконтрольны воли архитектора и современным архитектором архитектором школы колхаса я думаю что это так или иначе должно удастся какие у нас будут выводы а вывод следующий что незаметно новые технологии взяли вверх над тем что именовалось человеческой культурой появляется постройка совершенно нового типа которая за счет развития именно технологий начинает свое победоносное шествие которое зачастую совершенно человеку не нужно ну к примеру тот самый самый гигантский мол который я вам показывал это китайский дружный мол он используется на данный момент на 1% то есть он никому не нужен совсем но он возведен и он будет стоять ноги и ноги голые конечно наверное когда-нибудь он будет использоваться в большем объеме но сейчас он используется очень-очень ограниченно при том что с момента его возведения прошло уже более 10 лет это вот та проблема как раз которую описывает Бодрияр в большей части своих работ это проблема когда технология берет вверх над необходимостью то есть сейчас по мнению Бодрияра это не колхасовская уже идея это идея исключительно Бодрияровская что сейчас технологии то есть развиваются и движутся обособленно от потребностей человека то есть изначально как было человеку что-то было нужно и он это различные методы добивался в той или иной степени успешно или не успешно а сейчас же технологии можно развивать в каком-то определенном направлении вкладывая туда мало средств и в другом направлении допустим вкладывая очень много средств стараются развивать туда где-то развивается максимально без проблем и технологии строительства позволяют сейчас строить очень быстро очень дешево и очень крупные сооружения то чего раньше было просто невозможно до изобретения железобетона в общем совершенно невозможно а бывают еще подобные сооружения с преднатянутым напряжением когда сначала натягивается арматура а потом она уже заливается сейчас подобные здания строятся очень легко и самое главное что зачастую чем оно больше тем квадратный метр выходит намного дешевле и их размеры диктуются скорее технологией чем потребностью человека а далее любые технологии от гаджетов до любых компьютерных девайсов до этих торговых центров дальше уже дело за рекламой реклама направлена на то чтобы потом вам нам всем это подать не потребность рождает продукт а продукт рождается в ту сторону где его можно все более и более модернизировать а потом реклама уже компенсирует ту функцию что в общем-то этот продукт не нужен для этого нужно обратиться к философии Логанов вспомнить что такое объект маленького а который всегда можно зацепить в каждом человеке это то что вызывает в нас влечение и естественно нас если за это поймать то нам захочется либо купить какое-то новое устройство либо обновить наше жилище либо если мы развиваем бизнес то арендовать свое определенное пространство под свой бутик или целый развернутый магазин в подобных молвах изначально в них потребностей нет вот в чем в этом вся прелесть идеи то что просмотренные в один прекрасный момент технологии на них не отреагировали как на очень важный фактор который меняет всю сущность архитектуры как таковой а на них отреагировали просто как на еще один элемент инновации и так как это не было глубоко перепродумано то в общем-то архитектура этих построек в полном смысле является продуктом самой технологии их автором является технология их производства а не воля человека и даже необходимость не необходимость покупателя вот в чем уникальность подобных сооружений и это на самом деле частный случай базовой проблемы наших дней ибо так происходит во всем везде есть определенные потребности но не на них так скажем дается ответ производителям тех или иных устройств а производитель тех или иных устройств выпускает технику по принципу минимального сопротивления то куда ее можно обновлять легко это и есть господство технологий получается именно они диктуют развитие нашей цивилизации а если ее то и культуры ибо они взаимосвязаны в целом а уже не более исключительно человека ну например зачем вам какое-нибудь телевидение 16к да то есть ну предположим ультра hd там 4к хорошо отличается от более низких способов разрешения но уже разница между 4 и 8к зрения почти не зачем 16к так же можно до бесконечности почему потому что можно вот в чем дело оно создается потому что это потенциально возможно и в принципе за счет не столь уж значительного вливания средств по крайней мере в разработку самому по себе может достаточно дорого стоять то же самое происходит и здесь научились сделать что-то большое почему не сделать еще больше а можно еще больше можно самое большое сделать сам факт того что китайцы построили самый большой мол я думаю что это достаточно престижно для китайской культуры в целом например что он будет везде значиться как любые крупные то что он никому даже не нужен то что в принципе там никто не арендует и никто не покупает это в общем-то уже побочная базовые потребности человека стали побочным продуктом развития технологий и это сказывается заметьте на искусстве в том числе ибо архитектура это искусство и основной вывод собственно к которому мы приходим то что эти остро актуальные проблемы которые на самом деле находятся на границе культурного кода границе нашего восприятия психологического социальных и даже социоэкономических вопросов они очень важны для понимания современного искусства потому что если мы будем эти вопросы игнорировать а очень часто искусствоведы современные да и критики что литературные что кино что любые другие считают что это в общем-то не нужно рассматривать что вот есть искусство мы должны его анализировать но в лучшем случае его влияние там ну типа социопритическая проблематика и не до этого колхоз же показывает что если мы будем подходить в современном мире к искусству таким образом то в один прекрасный день мы просто проснемся и искусства уже больше не будет потому что искусство это продукт завязанный на человеческой культуре и человеческой воли с этой культурой связаны если же основу наших современных цивилизационных достижений составляет порождение технологии новой технологии то естественно очень быстро искусство там окажется за бортом этого корабля цивилизации а значит за бортом окажется и человеческая как философская категория в принципе на самом деле проблема поставленная колхозом она очень острая она столь же блистательно решается и в его архитектурных проектов ибо он пытается именно не только соответствовать ситуации заняв максимум этого самого пространства кстати о пространстве и о том авторе который я уже говорил когда мисс Ландерой строил один из своих самых известных небоскребов в Нью-Йорке то на купленной на Манхэттене территории ее значительная часть не была задействована под зданием это одно из немногих зданий в ту эпоху перед которыми было пространство для того чтобы там люди могли просто посидеть на лавочке и посмотреть на сам этот дом и конечно это было совершенно гениальным ходом именно ходом художника потому что во-первых его дом виден это не вплотную когда отойти уже нельзя там другой небоскреб но это было гениальным ходом маркетолога понимаете есть это офисное здание оно подчеркивает что данная компания может себе позволить купить эту площадь и подарить ее жителям города просто для того чтобы они могли там остановиться водой под этим элементам вот это было архитектурное решение то есть площадь была куплена очень дорогая но не была занята вся противоположность проекту миссаром дыроя современные вот эти торговые центры занимают едва ли не каждый сантиметр купленной площади да это может быть парковка в общем-то все что ему необходимо он будет занимать все если это будет какой-то совершенно несуразной формы то именно эту форму данное здание принят вот в чем как бы проблема на самом деле я думаю что весьма интересно было бы перепродумать подобный аспект и относительно других видов искусства то есть я привел проект музыкальный я его анализировал очень подробно я уже сослался на лекцию которая это есть но я думаю что то же самое имеет место и в других видах искусства и если оно имеет там место это значит что оттуда могут тоже вытягать определенные проблемы как это было по музыке теперь это с виду он ее связан так и с архитектурой как это демонстрирует колхас в своей работе гигантизм или проблем большого на сегодня у меня все в следующий раз мы посмотрим уже более подробно собственно сами постройки колхаса с точки зрения той эстетической проблематики не искусствоведческой которая им обозначена в его текстах литературных и плюс я думаю еще дам вам анализ колхасовского творчества наверное наиболее крупным из ныне живущих теоретиков архитектуры это учитель рема колхаса это айземан у него есть очень интересная работа о реме колхасе которая называется стратегии пустоты есть какие-нибудь вопросы по сегодняшнему занятию нет ну замечательно тогда до следующего раза у меня все отец 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 Продолжение следует...